Фейдор, это большая борьба на сегодняшний день. Какое впечатление, чтобы победить в этом этапе вашей карьеры? Этот бой особенно важен, потому что гран-при, и осталось настолько двое. В каждой борьбе в моей карьере был очень важный борьб, но этот борьб самый важный, потому что это финал гран-при, и только два из нас остались в этом турнире. Когда вы вернулись от отчаяния, вы предполагаете, что вы снова вернулись к этому уровню? Когда вы вернулись после того, как уходили из спорта, думали ли вы, могли ли вы предчувствовать, что вы доберетесь до такой вот стадии, где вы сейчас находитесь, до такой высокой ступени? Нет, я не думаю доберетесь. Не стараюсь предположить, и как-то оставить себя где-то. Нет, я не предупреждал. Я пыталась не предупреждать, и не пыталась предупреждать. И это было довольно методичным работом сегодня. Вы бы не хотели бы не обидеть с этим медиа, или просто начать к борьбе, или это что-то, что вы в порядке? Пожалуйста, повторяйте вопрос. Вы бы предпочитали, допустим, не участвовать в таких мероприятиях для медиа накануне боя, или для вас все-таки это нормальная вещь, это часть работы? Нет, воспринимать это как часть работы, и все бойцы проходят через это, поэтому, если это нужно, надо знать. Конечно, это часть работы, и все бойцы проходят через это, и если это нужно, то, конечно, мы должны это сделать. И последний вопрос от меня. Вы думали, кто-то, кто-то, на вашей резюме. Где Райан Бейдер стакал против прошлых противников, и как сильно он считает Райан Бейдера? В вашей карьере вы встречались со многими топовыми бойцами. Где стоит Райан Бейдер в этой шкале, и как вы его оцениваете как бойца? Райан Бейдер – один из лучших бойцов, один из топовых бойцов. Он немножко другой, чем с теми, с кем я встречался. Но он один из лучших бойцов, который я не знаю за свою карьеру. Райан Бейдер – один из лучших бойцов, и лучших бойцов. И он отличается от тех, кто я встретил. Но, из чего я смотрела, он один из лучших бойцов. Как он отличается от других? Почему? Чем он отличается от других? Ну, у него немножко стиль другой, и он, конечно, очень лучший бойец. Очень? Думающий бой. Очень умный. Его стиль очень отличный. И он борец, который думает. Он очень умный. Некоторые люди говорят, что Федо не может быть лучше, если вы выбираете, что вы выбираете на уровне. Вы думаете, что если вы победите, что он может называть это карьерой? Многие говорят, что победа в этом бою будет завершающим красивой точкой в вашей карьере. Думали ли вы о том, чтобы уходить после этого боя? Ну, я думаю, я смогу дать ответ на это только после боя. И я думаю, немножко отдохну. Я думаю, что я смогу ответить на это вопрос после боя. Но после боя, я буду отдохнуть немного. Это то,что у вас в голове? Да. Это то,что я думаю. Федор, в вашей карьере вы уже защищаете этот титул, будучи в возрасте 42-х лет. Сколько ещё вы думаете вы можете защищать свой титул? Вы знаете, я сейчас все чаще задумываюсь об уходе. Вы знаете, чтобы сказать правду, что в моем возрасте сейчас, это больше и больше, чем я думаю, о ретире. И это не потому, что я не хочу бороться. Это точно потому, что возрасте и болезни, которые я имею в виду. Есть еще что-нибудь, что я хочу сделать? Нет, я уже давно ничего не доказываю. Я бьюсь только во славу России. Это было много времени, но я не доказываю ничего. Потому что я бороться во благо мира, во благо России. Это будет ваш последний бой, Федор? Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос. Надо отдохнуть и посмотреть. Но я буду отдохнуть и потом решать. Он был в больших боях. Как ощущается энергия для этого, в отличие от других боев, которые он видел в прошлом? У вас были очень большие бои. Вы участвовали во многих турнирах. Насколько сейчас много энергии у вас? Как вы по сравнению с тем, как были другие турниры? Как вы оцениваете уровень энергии своей на этом? Я готовился. Я готовился. Я думаю, все будет ясно только во время года. Я работал трудно и готовился для этого боя. Но мы увидим, что происходит. Я имею в виду, что только боя будет нам рассказывать. Какая большая изменения, что он должен был сделать, когда он становится милым, для тренировки и боя? Какое большое изменение вы внесли в свой тренировочный процесс, согласно вашему возрасту уже? Нет, пока изменения, слава богу, никаких не делаю, но восстанавливается уже тяжелее. Спасибо, Господи. Никаких не изменений, никаких изменений в подготовку и тренировочный процесс. Но это стоит больше времени, чтобы революция. Как это было? В прошлой неделе Манни Паккио, 42, импределенная перформанска. У нас есть Том Брэдди, 41, в Супер-Болле. С вашей возрастом, вы думаете, что можно продолжать делать это на высоком уровне? Манни Паккио, 42 года, на прошлой неделе показал очень высокий уровень. Вы думаете, вы тоже, в своем возрасте, 42, можете показывать высокий уровень? Ну, пока, слава богу, удавалось биться удачно. Этот год, посмотрим, что будет. Ну, пока этот момент, благодаря Богу, мы действительно решили продолжить этот уровень. Мы продолжим. Мы увидим. Какой секрет говорит он, чтобы обмануть на высоком уровне? Что вы думаете? На самом деле секретов нет никаких, нужно ставить перед собой цели и идти к ней, много работать. Чтобы рассказать правду, нет определенных секретов. Вы должны поставить цель перед собой и двигаться к этому, и вы должны работать много. Как тебе в Лос-Анджелесе погодка нравится по сравнению с Россией? Сейчас у нас дома по-сезону зима, холода, мороза, но я люблю выпавод, здесь гораздо теплее. Да, в доме, в зависимости от сезона, очень холодно, но теплее, но теплее, но мне нравится этот дождь. Вы можете получить цель? Загар? Ну, я быстро на солнце загораю, но нет, возможности не было. Я обычно получаю цель очень быстро. Но до этого момента я не получила возможность, чтобы получить цель. Спасибо, ребята! Спасибо! Спасибо, пожалуйста!